Всем привет, меня зовут Блажан, я учитель биологии, и мы продолжаем разговор о том, как можно использовать антитела и каким образом их, во-первых, можно получать. На предыдущем уроке мы с вами рассматривали такой метод, как получение моноклональных антител с использованием гибридизации B-лимфоцитов, производящие антитела с раковыми клетками, и мы получаем специальные клетки гибридомы, которые будут делиться и производить один вид антител. Теперь здесь важно знать то, что разные виды антител имеют различную структуру. Соответственно, так как антила являются белками, то у разных антител и строение генов тоже другое. Но изначально в организме человека нету этих готовых видов антител. То есть по ходу специализации B-лимфоцитов, когда они уже получили сигнал на какой-то мишени, то есть нужно вырабатывать какие-то антитела на какой-то определенный антиген, происходит перестройка вот этих изначального набора генов. Из них создается, из различных кусочков создается конечный какой-то вариант. При том, в ходе деления клеток появляются мутации, которые могут менять строение этого гена, соответственно создавая различные варианты антител. Теперь, используя вот этот механизм и используя достижения гены инженерии, люди научились создавать такой вид антител, как искусственные антитела. Здесь нужно знать, что, во-первых, строение антител, по факту, да, то есть как бы представляет собой, получается, антитело у нас по своему строению, получается, является белком, который состоит из двух тяжелой цепи, их называют, то есть они по размеру больше, и две легкие цепи, то есть это вот это. И получается, в каждой из этих цепей имеется набор определенных компонентов, которые называются доменами. И получается, имеются те домены, которые постоянные, и те, которые вариабельные. То есть вариабельные они как раз являются теми кусками генов, которые, получается, определяют различную специфичность у антител. Когда антитело связывается с антигеном, то оно взаимодействует именно вот этой, вот этой частью антитела, да, то есть получается, именно контакт происходит, например, с каким-то белком-антигеном, именно происходит здесь. Притом, у одного антитела вот эти два антиген-специфичных сайта, они одинаковы, да. И, в принципе, вот эта часть антитела, она необходима для запуска остальных механизмов иммунитета, которые позволяют разбираться с вот этими антигенами, вирусами или бактериями, которые антитела нашли. То есть, например, скажем, макрофаги, они по тяжелым цепям антител могут определить, что вот здесь находится антиген, и его можно как бы съесть, да, то есть и переварить. Либо же там запустить механизм системы комплимента, которые включают в себя белки, растворенные в плазме крови, и они атакуют те антигены, на которых прилипли антитела. Да, и получается, с помощью гена инженерии мы можем взять вот эти часть гена готового антитела, да, то есть, который будет кодировать только вот эту часть. То есть, вот эта часть, кстати, да, то есть, именно здесь вот этот, да, то есть, компонент, да, то есть, называется FAB, и он как раз очень важен для взаимодействия с антигеном. Остальная часть, вот эта константная, она необходима для взаимодействия с остальными механизмами иммунитета. Теперь, с помощью гена инженерии, с использованием технологии рекоменантных ДНК, можно получить вот эти гены, вводить туда мутации, то есть, проводить искусственный мутагенез, и создавать различные варианты, да, и потом уже эти такие вот антитела можно производить с использованием бактерий. То есть, в данном случае процесс вот этот достаточно сложный, да, то есть, получение моноклональных антител необходимо сначала иммунизировать мышь, получить там у нее вот эти клетки, и потом проводить гибридизацию, селекцию клонов. То есть, хотя эффективность достаточно высокая, все-таки она не стопроцентная, и процесс достаточно дорогостоящий и, так сказать, продолжительный, да, при том, разлить, то есть, в итоге получается только один вид антител. Эффективность тоже бывает разной, то есть, бывает высокоспецифичные антитела, бывает не очень специфичные антитела. Поэтому, используя вот эту генную инженерию, да, то есть, с использованием генов, которые, части гена антител, которые кодируют только FAB, да, то есть, компонент, мы можем производить их в белки с использованием бактерий, да, при том, еще здесь, кстати, вот такой используется механизм, как факт дисплейной библиотеки. Что это означает? Во-первых, да, то есть, для производства белков с использованием бактерий очень легко использовать именно те вирусы, которые называются бактериофагии. То есть, это вирусы, которые атакуют клетки бактерий и, соответственно, там размножаются, как, в принципе, все вирусы и делают. Теперь, бактериофагии имеют самые маленькие геномы, то есть, размеры ДНК бактериофагов очень маленькие, и с ними очень легко манипулировать. Можно строить ген, да, то есть, те варианты генов, которые мы создали, то есть, например, скажем, мы вот берем гены, да, то есть, вот этой части FAB антитела, внедряем в геном бактериофага. Притом, бактериофагии, да, то есть, в принципе, как большинство вирусов, их строение о том, что у них внутри имеется, получается, их ДНК, которая покрыта белковой оболочкой. То есть, у всех вирусов снаружи будут именно белки, да. Если мы заставим вирус создавать вот эти FAB на поверхности своих белков, да, то есть, получается, соединяем белок, да, то есть, вот это капсидные белки их называют, то есть, мы берем ген капсидного белка, соединяем его с геном FAB, да, то есть, мы получаем такой гибридный белок, который будет частично вирусный и частично иметь вот эту часть антитела. Соответственно, вирус получается у нас покрытый вот такими вот FAB компонентами, и будут они, соответственно, их можно использовать для того, чтобы они цеплялись к различным антигенам. То есть, таким образом мы можем отбирать, да, то есть, какие варианты генов FAB, они эффективны. То есть, какая мутация привела к тому, чтобы вот это искусственное антитело, оно было эффективно и хорошо прилипало к антигену. Либо же эта мутация, наоборот, может, скажем, снизить эффективность связывания, и вообще это антитело, оно не, соответственно, не подходит для того, чтобы распознать антигены. То есть, таким образом, проводя вот эту селекцию с помощью факт-дисплейных библиотек, мы получаем, выбираем те гены, которые эффективны, и потом уже их начинаем производить, то есть, в этих, в бактериях. И все. И получается, соответственно, мы получаем в результате, то есть, использованием культивирования бактерий, которые будут вырабатывать большое количество антител, мы получаем вот эти искусственные антитела. В данном случае, да, то есть, получается, манипуляции с геномом, да, то есть, небольшими геномами вирусов и бактерий, они достаточно легкие, да, то есть, это более отработанные механизмы, чем те же самые гибридизации, получение моноклональных антител. И, в принципе, мы можем получать вот эти искусственные антитела, которые можно использовать так же, как и моноклональные антитела для различных целей. Сегодня мы с вами рассмотрели методику получения искусственных антител как альтернативу той же методике получения моноклональных антител. В результате, получается, антитела, да, то есть, которые будут иметь высокую специфичность к различным антигенам, соответственно, потом уже их можно применять для различных целей, о которых мы будем говорить на следующем видеоуроке. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь до следующего видеоурока. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok